Может быть нюансы или где-то что-то еще. И сейчас нам еще один тренер присоединился. Так, вот эти упражнения можно что-то есть. Сейчас такие упражнения, 111 вверх, 111 вверх. Спасибо. Прошли до вас и нинзюцу доброго скачки. Мы прошли и нинзюцу до вас доброго скачки. Так, а, помените. Тут написано, что нинзюцу занятие у вас доброго скачки. Ой, я говорю, нинзюцу до вас доброго скачки. Да. Чуть раз. Четыре коленчика. Нажим. Попрестай. Чуть-чуть. Несколько раз. Сейчас. Такое упражнение. Ножко развернули. И через живот. То есть, мы надо развернуться в обратную сторону. Вот так. Так. И развернули сюда. И еще раз. Сюда. И сюда. Тут можно встать таким образом, чтобы... Получается, мы сделаем два разворота в эту сторону. Ну и обратно два разворота. Раз. Сюда. 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 Это все через животных мы попытаемся. Это такие просто все, правда, в мягкие. Да? Ну и еще раз так. Правильно? Лучше. Та-ху. Та-ха. Так. И теперь так тоже за рот, через спину. Та-ха. Та-ха. Ту-ха. Та-ха. Та-ха. Так, ну хорошо, значит, при уроках 5 упражнений карта. Не буду сейчас углубляться в эти все названия японские, чтобы пока голову не может гружать. Первый урок – это всего 15 упражнений. Если это влево и вправо, то 30 упражнений. Первый урок – сегодня мы сделаем 5 упражнений. Первое упражнение – это прокалывание. Я атакую вас, прокалывая, как бы буду прокалывать вас, будем рукой прокалывать. Вы делаете защиту, я так. Принцип такой. Ну, давайте на расстоянии где-то 2 минута, чтобы у нас уместилось 3 шага. Значит, сейчас что сделать по подготовительному упражнению? Сейчас без подготовки. Значит, мы встанем, рука, и мы визуально 3 точки выставляем. Значит, это точка паха, солнечного сплетения и головы. И рука у нас опять мы делаем. Раз. Два. Три. И развернулись. Руки вот так чуть пробились. И в исходное положение. И в другую сторону. Пах. Солнечное сплетение. Солнечное сплетение. И голова. И отсюда руки вот так чуть пробились. Вот таким вот. Вот. Да. Вот, можно попробовать. И разворачиваемся. Немножко себя, да, прогибаем. Так как дзюнокатричный гимнастический эффект, да? Ну, как бы разворачивать, да? То есть мы для этого должны немножко прогибаться. Ну, это так, подойдяще, как бы разминочный. Еще раз. Раз. Ноги. Да? Мы подошли. Так. Два. Это солнечное сплетение. Три. Голова. Разворачиваемся. Руки сюда. И прогнулись. Хорошо, наверное. Побрат на сторону, да? Парад. Солнечное сплетение. Голова. Развернулись. И прогнулись. Ну, еще по несколько раз все. Могу туда и обратно еще. Ясно. Да? Да? Да. А на каком уровне рука нижнего? На уровне пар. То есть она не поднимается. Объятнее на уровне головы? Да, потому что мы остановились на уровне головы, а здесь на уровне головы. А мы когда идем, рука висит или ведро кладем? Нет, никуда не кладем. Это пока просто подводящее упражнение, разминочное в какую-нибудь спину. Спину, ноги. И вот эту координацию. И желательно, то есть есть такой еще эффект, мы ее вытягиваем, да? Когда мы ее делаем, то есть мы стараемся протянуть свое тело. То есть у нас рука это оружие, оно не расслаблено вот так. Раз. Оно здесь напрягаем, таким образом мы как бы эффект тренировочный, да? Раз. Два. Как вы можете помнить этот фильм, где Шварценега или Гарь там такой... А ловя мне как, кто перетекал. Без одного, они такие натягивают. Терминактор. Терминактор. Да, да, да. Они такие руки вытягивают. Вот типа что-то вот такое. У нас вот это такая рука. Так, хорошо. Сейчас вот такое упражнение тоже погладящие сделаем. Руки такие образы у нас стоят. Ну, можно в принципе и на одном улыбне сделать. Можно так вот. Но главное сейчас ногами. Раз. Такую. Два. Ступня обязательно, вот смотрите, мы вот на эту ногу приседаем. И такое растягивание идет здесь. Чуть растягиваем в эту сторону. А ладонь вот так у нас? Не, ладони вот. Сейчас на ладони не обращай внимания. Сейчас главное вот. Ну, желательно вот. В эту сторону надо вернуться. В эту сторону. Хорошо. Ну, так немножко тянется, да? А тут просто не было, случайно, травм каких-то. Потому что, в принципе, дзюнуката, оно такое, тягучее, плавнее и чтобы нас не было никаких травм расслеживаний. Так, теперь мы сделаем такое же упражнение, но только добавим разворот. Смотрите. Ну, вот сюда. Раз. Вот нога сюда подошла. И сюда. И развернулись. Вот так. Как? Мне может стоять, по-моему, развернуться? Да. Да? Ну, давайте. Вот так. Попробуйте. Примерно вот эта нога. И с рукой. Примерно вот эта нога становится на место, которую я здесь стояла. И вот мы развернулись. Опять правильно. Теперь в другую сторону, да? Правая рука уходит. Так. На пятку, как вы поднимаетесь. Подошли. На место. Поставили ногу и в исходное положение. Это хорошая утренняя зарядка. После нового года. Да. Вот. Оживаешь прямо. Значит, еще раз, да? Пару раздавайте. И ч, ни, са, си. И в правой руке. И ч, ни, подвели. Кто будет делать защитную. И еще раз. И ч, ни, са, си. И еще раз. И ч, ни, са, си. И ч, ни, са, си. И еще раз. И ч, ни, са, си. Вот то, что мы сейчас сделали, это были упражнения для атакующего и в то же время для защищающегося. А сейчас мы сделаем только для защищающегося. Значит, принцип такой. У нас рука вот сюда уходит, и мы разворачиваемся. Раз. И вытекаемся вот так же. Вот. То есть, одна рука на луне. Двергая наверх. Двергаясь на место. И опять по ладони. Музыка вот так. То есть, мы как будто бы обмахиваем, да, от себя. И в этот момент мы, соответственно, разворачиваемся и вытянулись. Вот сюда. Вот сюда. Вернулись вот сюда более. Я могу вот так сейчас разведуться. Вот сюда. Рука. Раз. Руки. Вытянули и чуть поводнулись. Ух-а. Насладно. Отношение. Рука. Вернулись. Одна половина. Вернулись. Чуть. Рука сюда. Насладно. Вытянули. Огнулись. Как бы. Еще раз левую, и потом браться. Прогнулись в стороной половине. И другой рукой еще. Прогнулись по сторонам. Так, для разминки это первое упражнение достаточно. Значит, сейчас, что мы делаем? Помните мы делаем, да? Один, два, три. Это действие атакующего. Что оно показывает? Давайте, вот так становимся. Тоним в самом деле, да? Так, еще раз напомните, как назовут Кирилл? Кирилл? Кирилл. Так, ну расстояние 2 метра для того, чтобы мы удобно 3 шага рассчитать. Для этого в среднем по 7 сантиметров. Как раз третий шаг будет чуть-чуть до коллицы придет. Вот смотрите, атакующий, да, он делает? Я показываю 2, это самые опасные точки для человека. Солнечное сплетение и голова. Видите, третий шаг, по идее, я уже, вот он, протыкающий. Вот так мне надо рассчитать свои шаги. А, солнечное сплетение и голова. Вот, когда я подхожу уже к вам, да, и ключ упадут, вы делаете то упражнение, которое мы последнее сделали. Убираете руку мою в сторону. Сейчас я покажу. То есть вы сейчас попробуйте протыкающий упражнение сделать. Так, сейчас пауза маленькая. Делаем право-направо. То есть если правая руку атакует, я правой начинаю защищаться. Левую вот эту, я левую. Значит, вот видите, вы чуть-чуть не рассчитали шаги. В этом случае я не буду ничего предпринять. Потому что, как бы, оружие не дошло до меня. Поэтому давайте чуть-чуть немножко мы увеличим шаг, чтобы все-таки этот третий шаг, он, как бы, ладонь попытался меня прокалывать на сквозь. Да. Вот видите, третий шаг, ладонь обязательно прокалывает. И вот когда у вас идет третий шаг, я не сразу вот здесь руку начинаю убирать. Потому что тогда вы остановитесь, не будете прокалывать. А я даю уверенности в том, что вы прокалываете чуть-чуть, и делаю небольшой вот такой. Это пока первая часть. Сейчас пока сложно понять, что для чего. Но еще раз давайте. Немножко вот прогнули и увели в сторону. И потянули. Здесь, смотрите, первый перехват у нас идет четыре пальца вверх, пятый снизу, а здесь перехват обычный. Не надо вот так прыгать. Просто отлично. И мы немножко вот прокируем назад. Забудем плечики, да? Упрощаем плечики назад. Все, попробуйте. Левой, правой рукой. Один рукой, один рукой. Пробуем? Да, сейчас как забыл. Забыл? Да. Шаг в этот хайлю делается. А я вот тоже, что-то здесь не знаю. Вам не надо очень. Вы как бы его через таз, у него, чтобы в него немножко их загнуть. Все. Особо сильный не надо. Достаточно чуть-чуть завести руки за ось плечей. И все. Совсем перегибать не надо. Достаточно много. Шаг? Тебе? Да. Конечно. Можешь так. Так, вам надо фонар. У вас этот разворот будет, вот. Вот вы раз и встали полностью боком. Второй угол. Нет, второй угол, обычный. Это только первые четыре пальца наверху. Вы будешь дальше или за самым движением? Да. А направляю я вот так или вот так? Нет, направляйте еще здесь, еще центральное для солнечного включения и прямо в центральное включение. Сейчас давайте я вам объясню. А вот вверх я делаю а вот куда или прямо в глаза? Мы акцентируем просто на голову. Куда это может быть, там, горло, под носом или вот здесь, не имеет значения. Мы просто акцентируем, что вот голова – опасная зона. Сейчас не будем давать подробности, куда в конечном итоге будет, там, нанесем дат. Просто и здесь тоже самое факт, да? И здесь просто акцент за опасную зону. Теперь, почему мы… Вот этот третий мой шаг, да, когда я иду, вот. Почему я не останавливаюсь вот здесь? Держите. Вот меня схватили и пытаюсь туда выйти. Почему я не останавливаюсь в этом положении и не пытаюсь обратно? Значит, в случае, если я попытаюсь обратно к себе, то здесь я сразу попадаю на ответную реакцию ногой. То есть, я тяну, и здесь удар будет. Если меня вытягивает удар, а я не хочу, я сам его по себе нагоняю. То есть, идет удар ногой, ну, где-то есть от М, да, удар на тех ногу. Поэтому это раз. Повторяйте, почему я не разворачиваюсь животом к нему? Это то же самое. Я сразу открываю опасные точки, поэтому мне не надо опасность. Потом, опять, почему я все-таки не останавливаюсь вообще и не тяну? Потому что здесь тоже, если я так вот просто останавливаюсь, то здесь удар сюда, может быть. Или удар, может быть, снизу, сюда. Или здесь руку ломаю, там так. Или удар в локоть. То есть, опасное положение для меня уже становится. Поэтому мне надо быстро... То есть, я делаю атаку, партнер делает защиту. А взаимосвязь должна быть такая. Атака-защита, атака-защита, они все время меняются. Я должен сразу себя защитить. Каким образом? Я закрываю опасные точки перед движением сюда. Здесь я закрыл переднюю часть, да, туловище. Для чего? Для того, чтобы потом провести атаку. Какая может быть атака? Это перехват. Насок вперед. Или различные другие там способы. Туда, сюда и так далее. Или посаду ломаю. Или где-то какой-то магнитарности. Поэтому, мой партнер предвидит, соответственно, что я могу носить этот удар. Он перехватывает руку мою. То, что мы сейчас делаем. И прогибает их назад. В этом случае, по закону как механики строения тела, мне уже гораздо тяжелее бросить его вперед. То есть, завести его сюда. И в то же время отыгрывать его назад. Ну, это так кратко объяснение, почему мы не останавливаемся. Еще раз. То есть, вот мой третий. Да? Почему я не останавливаюсь? Потому что опасность, если я к себе дотяну, он ногой будет бить. Если я остановлюсь, да, он ногой будет бить.